Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Вьетнам. Фуфа на восьмерых на карте 7 морей. Напоминаю, не забывайте делать клипы! Потом я соберу из ваших клипов мини-видео этой партии, и мне кажется, это будет интересно. Но если вы наткнулись на это видео случайно, то лучше перейти к первой серии, ссылка на неё есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. И вам всем приятного продолжения просмотра! С тобой пользуемся. Это пипец. Восемь караванов отличу. Так. Федяная покупка партии угля. Англия еще предложение. По-моему, в прошлый раз было 20 за 200, а теперь 25. Да. Да. Византия предложение. Нет, давай так. 1 к 10. Византия предложение. Сейчас, парни, очень много. Ходить надо. Шотландия предложение. Вот 1 к 10, это честно, а то, что ты продолжаешь, мне не нравится. Ну, я сейчас пройдусь по другим. Окей. У кого есть еще уголь. Так встречная, Килл. Не, шотландец, тогда без денег тебе... Ну, эти... Счастье тебе и так кучу всего дает. На американцы, дорогуете. Счастье. Не успел тут ничего выходить, но главное, эlysh Kong. я лабы везде поставил это важно но я в этом не буду участвовать нити религиозный воин главное чтобы мои города были не тут смотрю вообще тут кампус вот сюда ставится вродя они еще будут друг с дружкой соседствовать норм а византия предложением отландия предложение 4 лояльности вход ну наверно тогда этому отправлю вродя как раз так не надо здесь вот этот обработать построить тут я надеюсь мобилизацию пошли о есть авиация слава богу так теперь мне надо собственно не пресчал 2 в компьютер и ведет так в тхолонге на науку и нет не шпионы тут как раз давайте с собой вроде торгуем фестивале проведем они давал их его предложение так это ставим рационализм 18 пожалуй нет просто пока содержание юнитов где-то еще предложение пашка это хорошо сахары облины надо забрать руинку грамони свою науку улетай скотик улетай 20 монет просто вау и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пиво и отправлю, наверное... Продолжение... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, смотрим... Третий... Тут с железом все правильно... Все... Все остальное вроде... Норм... Да... Что-то так медленно... Ну, видимо, приходится... Покупать клетки... Ладно, куплю... Человеку... Есть... Лаба... 328... 464... У португальца... Меня радует, что шотландец и португальц соседи... То есть, они там будут... Друг дружку мутузить... Давайте... Этот и... Гранты... Какого-нибудь чувачка... Этот кургусо... Писается к вашей империи... Хм... Как насчет митлы... Например... Блин, я хочу тут кампус поставить... Ну, там, видите, нету леса... И меня тут надо как раз рабочего отправить... Ладно, давайте пока... Пока-пока... Строители... Так, я спрашиваю... Это... Англия спрашивает... Ты ума, да? Ну, я просто... Вижу... Твои войска... С моими границами... Ну... Скажем так... То есть, либо мы с тобой англичанами вместе обороняемся... Либо... Либо вместе умираем... Не обороняться пока что нечем идти... Так скажем... Как говорится, обижу алюминий... Остальное все не важно... А, так на Франции алюминий... Ну, у него есть алюминий... Уже... Не, ну я в героический выйду... И начну заниматься... Канадой, а потом и Египтом... Предлагаю... Все-таки... Тебе англичанами военных заключить с ними... Ну... Видимо, придется... Если жить не хочешь... Ну... Хочу, но... Если ты не пойдешь на него... Танк будет ему помогать... Так... Я бы этот танк... Перевел сюда... Потому что если снесешь его... Снесешь и меня... Сразу же... После него... Совсем не обязательно... Англичанин предложение... Так... Мобилизацию открыл... Ммм... Ммм... Давайте... Профессиональный спорт... Наверное... Я, слушайте... Не надо тут угольную... Я надеюсь... Нефтяные... Все-таки... Ну... У меня просто нету электричества... И все... У меня нету электричества... Так... Давайте здесь пока... Строители... Все как-то... Фигня... Блин, это все-таки фашизм придется идти, да? Вот ты фашик... Осуждаю... Душите... А я вроде тут хотел кампус, нет? А, вот тут я хотел... Так... Ставим... Ну да, все в эту борьбу фашизм осуждаю... В принципе, национализм тоже... Да, Португал все селится и селится... Да, какой смысл уже? А кто еще один сосед? А, Португалия... Ты, короче, будешь воевать? Другого фанга, так сказать... Если ты нам не поможешь, то точно он уже победит... Что-то ломится... Вообще, я думаю, как бы... Португалийство недалеко от шотландца... Да... Правильно, что я ничего не купил... Мне сейчас надо будет сначала плотины везде поставить в городах... А потом уже... Думать... Так, и мне надо бы уже... Аэропорта еще... Строить... Тебе сколько ходов в союз сном? Ну, аэроп... Блин, кого убили... А, разведчика, ладно... Так... Аэропорт, надо что-то отдать... Если... Давайте... Здесь аэропорт... Аэродром, точнее... Не здесь... Здесь... О, следующим ходом... Как раз, отлично... В Хуалы... Вот здесь аэродром сделаем... Вот здесь аэродром сделаем... Это меня поражает, конечно, то, что аэродромы в лесах строятся именно... Просто... Пять баллов... К арене радио... К арене радио... Аплат есть, чего он лучше? а хуа... но на меня пойдет а блин тут еще надо лес ставить пак что этим быстрее да вот этим быстрее будет да так ну наверно гранты уже не могу аэродром да опять хочешь 5 годов как раз 5 грантов грантов норм тут строитель я бы вот здесь наверное там поставь тань посадь соседство с кампусом дает плюс 2 я не могу пока там она давайте еще одного строительства сделаем общем надо бы уже собирать потихоньку а теперь иллюстрировать почту канадца и собирать потихоньку юниты около его городов там просто каравелла блин поплыла к рабочему по-моему дальнобойность на самолеты не работает дальнобойность линкоры а значит дальнобойность снижаем да не работает на линкоры не работает тут этого нет хорошо линкоры каким юнитом считаются разве они не считаются просто морской юнит и все и повышение дальнобой именно наземные очень не что-то там да что вам надо снизить дальнобойность как отбиваться у меня танки когда тяжело поверима что у него тоже будет да но у тебя повысить сила городов тогда повысится когда танк будет внутри нет она как снижаем дальнобойности не расширяется шотландца под культурой да вообще мне это все бессмысленные все вот эти резолюции значит если спецназа вышли хорошие хорошие а 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 так не расширяется снижен а теряет да так давайте пройдемся могу ли я где-нибудь купить морские плотины захватился так ну вроде все давайте еще по последнему купим все в городах чтобы уже валет тут забыть вот а вот составлю буду лояльность городам так там канадец тоже линкоры строит ну что хочет напасть на меня да не вряд ли 132 так блин в упор не вижу алюминия видимо здесь других вариантов не предвидится вообще а вот алюминий господи так стоп а у меня нету современных самолетов тогда ну его там армии вертолетов летит равно нету вертолет до вертолетов нужно тоже мне построить коммунизм оставим так вот я аэродром хотел строить в общем-то и это сделаю кроме всех вы 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 достала ли надо было нет и больше не спрашивать так как бы мне этого перехватить парня слушать а нефть здесь только до давайте тогда в радио потом переработка блин а может стандартизацию еще зайти так озарение компьютера и случайно ну давай пускай это будет озарение на самолеты грязные стволы серьезно которые открыты кайф аквапарк кстати построить хорошая идея а а а а а а а а так ну что там у канады 275 но я пока не вижу современных самолетов ну то есть надо же осудить канату невозможно ей просто так войну а слушайте так я же смогу сейчас в героическом веке войну золотого века взять то есть осуждаешь на следующий ход объявляешь войну точно тут вопрос только там будет ли у меня алюминий в общем то то есть вот 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 еще строители пока здесь есть аэродром аэродром и он я в другом городе лучше поставлю давайте следовательские гранты и под вот 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 так у меня вообще два посла может имеет смысл их вообще сейчас еще появится надо в метлу и фес добить чтобы наука там капала ченкис хан что буду ли совести сажать так полы аэродром есть ну давайте в аэропортах нельзя покупать кассе союзник валетты да так вот тут шпиона можно построить порту голодного сносим с будущим у меня минус по науке пойдет из-за отсутствия угля порту голодами тоже нападать собираешься собираемся мы собираемся защищаться так вы то защищайтесь порту голодов причем вас так двое но нибудь через два хода уже ядерка да и уран алюминий короче классная игра когда опять же у кого-то есть все просто фиг знает что мне кажется что это нам не поможет не горюче из два хода ядерка будет ну не знаю можно туда сбегать еще убрать влияние канадской религии вообще я конечно инквизиторов это много сделал психанул чё ты а а Продолжение следует... Больше не спрашивать. Так, повышается уровень моря. Можно корпорацию на Интере. Так, это инфиговый инженер. Ученый. Ну, такое. Так, через два хода я увижу... Шоколадия, Канада и... Кто еще? И Португалия. Объявляйте войну с нос. Отландец, видимо, прекратил читать проекты. Что-нибудь снижается наука. Какой-то нашли. Так. Пошли у Англии купим. Англия, предложение. О, отлично. Я увидел улучшенную авиацию. Теперь только вопрос... С алюминием, на самом деле. Только волнует алюминий. Нет, тут тоже нефтяную буду строить. Театральная. Аэродром. Ну, кстати, давайте построим. Плюс пять. Кампус. Раз риф, два риф и... Это... Гора. Ну, зачем? Кампус. А, ну, давай еще раз. А зачем? Просто так. Давай-нибудь. Так, какие ггшки у Шотландии? Только Брюссель, да? Шки еще раз. Я не успею. Он из эра атакует. Кстати, а давайте по приколу... Прискачем туда конягой и разрушим ему этот аэропорт. Дает воина-монаха с повышением. Офигительный генерал. И он, конечно же, даже не действует на... Нового времени. Танки, по-моему, нового времени. Да, на танк действует. Так, что меня на планете. Продолжение следует... Раз, два, три. Так, вот это можно передать. А, блин, алюминий. Есть. Есть, причем уже сразу добывается. Отлично. Тут вот надо только шахту поставить. Побольше алюминия. Так, а ты в ядерке вышла? Ммм, ну да. Я тебя могу приспонсировать, урон. Так, дайте-ка. Продолжение следует... В Митлу. И проверка городов. Надо пройтись. Тут, наверное... На... На науку фокус поставить. Ну, кажется, все затапливается. Кайф. Так, к оружию точно. Реформа денежного... Ну и пульс паровой машины. Нифига мне здесь живут драконы. Так. Я эфиоп и англичанин в героическом. Теперь, что с нефтью? Есть и нефть. Так, а я могу самолеты сразу уже строить. И тут... Не, у тебя два источника нефти сразу добываются. Этот я не буду, кстати, обрабатывать. О, вот этот надо обработать. Так, летим туда. Алюминий у меня просто уже есть, поэтому я не так спешу с этим алюминием. Так, я не знаю, куда это выдевать. Так, наличие нефти означает, что я могу построить нефтяные... А, блин, они не открыты. Вот они следуют. Мазутные электростанции. Так. Так, плюс я могу сразу парочку самолетиков. Раз, биплан. Два, биплан. Мне тут понадобится. Они шабываются только в истребителе, они в бомбардировщике. Но мне понадобится, чтобы юниты Канады убивать. И три, биплан. А, ну и плюс еще в подлодке я могу шапнуться. Тут, кстати, можно повырубать, потому что эти клетки не обрабатываются все равно. Какой-нибудь будем менять. Шесть культур. Тридцать одна наука. Но мне вот это счастье намного больше дает на самом деле. Поэтому, пожалуй, нет. Я тут главное, что стадионы открыл и центры водных видов спорта. А, я еще не открыл. А, почему мне тогда предложило... Так, я бы, наверное... Паянистый. Стоит ли мне аэропорт строить? Кстати, крутая клетка, но она мне ничего не дает, потому что ведь в четвертом радиусе. Только нефть могу тут добыть и все. А, что это? Играет музыка. Два хода до улучшенной авиации. Уровень доступа ограничен, а в Канаде открыто. То есть у меня будет вроде как плюс 3. Так, гидроэлектростанцию, конечно же. Точно прокачан. Юниты отправлю. Да ладно. Если я ему войну убью, он меня убьет. Да блин. Вот это как неудачно на Газгаргаму расположено. Просто вообще... Просто вообще... Нет, мне деньги сейчас нужны самому. Ну, кстати, города... Вот эти-ка я, города на науку. Тут нету кампуса, да? О, валынки поехали. Можно не переключать. Нету кампуса. Так, все отлично. Профессиональный спорт открыт. Правая демократия. Пожалуй, нет. Быстрое развертывание. 286. Все же выстрелы. Чё так много? 286 чего, да? Золото с торгового пути. 286 с одного торгового пути? Ну, в смысле, при разграблении. А, я думал, вход там кто-то так торгует. Да я не пугаю. В Эфиопии демократия, что ли? Да. Поэтому 6-6. То есть, 2-2 от моей карточки, 4-4 от... Его карточки. Ну, это демократия. Это только при демократии такая карточка есть. Так. Тут надо... Придется убрать лесопилку и поставим... Шахту. Тут, значит, добываем нефть. Так. Абсолютно одинаковые ресурсы. Эфиопия, предложение. Англия, предложение. О, 3 довольствия и 4 жилья для города. Это прикольный. Сейчас подумаю, где в Тхолонге или в Хаянь. Наверное, все-таки в Тхолонге. Так, фашизм не принимаем. Эфиопия. Что-то происходит. Что-тое найти. Что-то такое. Что-то там. так вот я жду следующего хода чтобы хотя может я могу задействовать наверное на моей территории же будет получается и можно будет или нет надо перевести поближе под халы что-нибудь готов отбивать от ядерок 7 шотландец говорит португали хочешь ты на меня напал пофиг что у тебя там справа два соседа у которых науки больше чем у меня о науки больше у меня и ты спокойно можешь сейчас улетать пока я воюю защитные меры где-то это мы те самые которых науки больше чем у шотландца на эпоху впереди вообще говорит что мы если говорят цели эти качели вечно станет припереди нет или бомбардировщики может мне отложить тут пока 4 алюминий а где у меня карточка на вот этот алюминий кстати чтобы его больше шло я его не открыл давайте смотреть где она она мне нужна кстати блин и и не видно может тут будет то уж она должна где-то быть среди этих явно тут тюрьмы я ветка через четыре хода понимал что мы обращаешь а я обратил двумя апостолами 18 населения они оба на 75 процентов душе кого ты спрашиваешь шотландцы которые обратил мою столицу двумя апостолами душите лидера так стоп мне надо там их там по бомбардировщику вообще-то строить чуть и тут и тут а после бомбардировщика проект манхэттен хотя так может проект манхэттен здесь я тут откладываю так давайте-ка в технологию скрытности дальше пойдем а кто нибудь космопорты кстати вышел вообще шотландец эфиоп дед ты чё от нас улететь ты от меня улететь хочешь со всеми реликвиями которые ты насобирал что там у тебя борода пророка наверно ноготь великомученицы зуб пророка зубом я потерял зуб вот смеши копью судьбы понимаете то самое ага ну принимай фашизм тогда пойдем по другому пути самом деле я хочу узнать плоская земля или нет так сейчас мы осудим давайте интерн объединим эти первый флот у меня есть кризис на шотландию преда латинья я подам предатель пять шесть семь восемь девять десять блин а я не долетаю прикиньте ну да уже у него через три хода термоядерка будет в галче принимаешь не дружбу твои зенитки не спасут от термоядерки г-планы спешил не спасут еще в прямом смысле у него через три хода термоядерка будет португал еще раз спрашу дружбу принимаешь как на порту голодаве послал египет заменять всем всем утра надо блин между реально все клетки обработаны за можно здесь лесок поставить это не везде лесопилки поставлены так не забыть бы только обвинить канаду две биржи надо достроить он давайте сме откроем то есть это значит нет ой блин блин еще минус ход успеет тут подготовиться а галифакс разве станет столицу в 21 галифакс неплохо так так давайте перебросим в брендфорд теперь нам один юнит надо перебазировать вот сюда а с уж мы один ход пропустим то можем почему я сюда не перебазируется я не тут юнит перебазировал блин я могу падать на этом короче ладо даю на шотландцы предательство так я вроде подал прошлым ходом как и и и тенью глянь делку раз того что ты нападаешь ничего не изменится так ты сможешь ему сломать ты уже не доедешь да это не так полетели осушите я уже открыл нет не открыл то что у меня с ураном ну в принципе около нас ки можно поставить города 8 3 вот тут надо посева делать поможем англии ну и я за предательство голосую вообще там сейчас канадец вступит да я опять его не обвинил господи что такое ну тогда я могу подожди я наверно не буду голосовать я не знаю как сейчас там работает я все равно в войне с шотландии просто ваше кризис прошел так думаю что остальные проголосуют за кризис хотя где нас зенитки мне бы их тоже открыть на всякий пожарный да игра зависла так голосование еще идет понятно но один этот ход критично может быть даже не будет критично убрать убрать таймер просто можно вы час нахер ливнуйся чё это ты очень не нравится когда следующий после меня человек плюс еще два рядом втроем просто как бы тушит как бы в 1 так ты же лидер я не настолько виде чтобы у меня три человека душила ну как сорга станешь не настолько лидер я могу сказать не изменится это упорка уже до конца с их стороны будет и улететь и в итоге либо ты либо дед мы тебя душем насчет толку мы никого убить не можем но почему проблема защите нашего и а этот сможет и защитка вообще войну ночь чтобы усилиться против слабых соседей не считая сильного соседа если эти слабые соседы потом когда ты будешь улетать я просто ядерками закидают особенно считаю что у этих слабых соседей есть нужные стротрезы а у меня этих стротрезов нету это чего у тебя нет у тебя там уран уголь все есть него не было алюминия урана алюминия нет нужном количестве но у меня вообще угля нету всю игру вообще даже рядом что урана у меня тоже нет ночью у меня будет все таки но тем не менее к тому же зрачку и оттенят претензий никаких нет вопрос именно к этому португал который не на свою победу играет фиг пойми на что он кинул тебе войну он кинул тебе войну после этого ты едешь ядерка на упреждение естественно на дэв там хоть что-то у меня успеть выбить чем-то мне вообще был нужен ты блин топ-2 по науке по техам точнее топ-1 по науке у тебя там блин тоже и уран и все есть у тебя там 20 городов хотя нападать это самоубийство мы должны современные делать самолеты я не улетим и даже не сможем лететь что друг друга сейчас будут я трописнеть кидаться а вот по углам и мнению если вообще смогу зайти что я подключение игроков висит уже минуты 2 ну и скейпни еще раз нажми попробую только сейчас показано что будет все нормально где-то кидается пишет нет 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 ты не заткнишься сейчас еще зайти потому что только сейчас показано что будет раступлилась вроде ну да ты в лобе а а а а а а а Ну, значит, надо следующего хода уже дожидаться. Апаться современные бомбардировщики. А что вообще произошло тут? Где твой танк делся, что у меня горит в угольках? Ты там ходил, когда он вылетел? Ну, у меня этот... Справа от стерлинга, что у меня горит это? Шпион, что ли, сломал? Да, там английский шпион у тебя сидит. Так, ну... Следовательские гранты пока. Так, здесь я хотел по село. То есть еще и Вьетнам четвертым помогает, ну да. Вот туда, куда я пошел, там нефти не было. Еле меня одна точка просто такая. Слушай, ну у меня бежит лошадь, видит аэропорт. Это древние всадники, которые вообще там, знаешь, они вообще уехали из Вьетнама давным-давно и никаких инноваций не видели. Видят самолет. Они просто пришли, поковыряли его. Мы не виноваты, что он... Мы что-то тронули, а оно сломалось. Вообще непонятно. Да и чтоб ты понимал, сейчас в войне со мной семь наций или восемь. Че так, стопайте лидера, стопайте. Как-то с тобой воюют только трое. Давай ты в следующей игре будешь, допустим, топ-1, топ-2, неважно какой, тебе вся карта кинет в войну. Блин, ты так говоришь, как будто никогда такого с другими не было. Было, но не в таких ситуациях. В ситуации, когда кто-то реально вырывается вперед очень сильно. Блин, я вот слушаю его, не понимаю, что я хочу сделать в Митхо. Надо ли мне юниты... Посмотри, да, он будет у них по всему уют именно со мной. Нету кампуса, тут стоит ли мне кампус? Ну, тут хотя плюс 2. Ладно, давайте поставим. Да, но мне самому не интересно против восьмерых, без преимущества убивать. Машки восьмерых. Сотвы двоих. Еще раз. Минус в караване, минус все ггшки. Нет, португалец, я не буду с тобой сейчас дружбу продлевать и союз, потому что, ну, шотландец правильно говорит, я хочу иметь возможность, если что, тебе что-нибудь тоже за шиворот кинуть. Так что, ну, это нормально для... То есть, у нас закончится союз на 154-м ходу, ты к этому моменту можешь улететь. Ты впереди по науке меня обгоняешь, например. Что за ядерка на чудо-светное было? А мы с тобой, типа, да? А, кстати, а шотландец уже и космопорт построил. Из-за этого что-то шотландец... Удивляешься. Ты единственный, кто космопорт построил, кстати. Ну, говорит, Танчик бахнул ядеркой. Машки у космопортов нет, я так вижу. Да, только у шотландца. Так что, как бы, логично. Такое, чтобы с тобой все замерелись и смотрели, как ты улетаешь? Да, проект читается. Ну, какая разница? Португалец даже космопорт не построил. Не читается. Самое логичное, когда ты меня запрыгаешь, так что это можешь. Заберите ученого. Вот, 750 про этого на космическую гонку у канадца. Окей. Канадец вряд ли там будет скоро улетать. Ну, смотри, у канадца положение выгодное. Может, это... Хорошо, может, шумок с пионами, как бы, тоже можно. Так что... Ну, потому что там, скорее всего, будет потом война между эфилопом и тайванем. Шотландия, я ничего против тебя не имею. Не, война там будет между дедом и... И вьетнамцем. Я принял хюзис, потому что... То, что Португал уже никуда не полетит, он на меня напал, как бы это все это, ядерки до конца игры друг у друга. Пока кто-то вот кого-то не перекидает. Очень не хотелось бы мне с дедом воевать. Буду честен. Нет смысла, улетать уже, в принципе, отсутствует. Павычка выше можно победить. Отходите. Да, тут 35 ходов так. Ну вот, в этом и идея не давать кому-то улетать. Потому что если сейчас кто-то начинает улетать, тут уже есть варианты, что победит он улетом. Я бы сделан все-таки засоюзился. На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. И напоминаю про клипы. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok